Посмотрим ролик, который нам отправила Анастасия Маскалёва. Добрый день, меня зовут Маскалёва Анастасия. Почему я бы хотела стать телеведущей? Наверняка каждый из нас задумался, а как можно преподнести ту или иную новость человеку? Ведь от того, как ты её преподнесёшь, таково будет её восприятие. Я студентка Южноуральского государственного университета, исторического факультета. И мы работаем непосредственно с информацией, её обработкой и дальнейшим восприятием. Мне бы хотелось, чтобы каждый человек, который воспринимал новость, воспринимал её, прежде всего, правильно. Что могу сказать о себе? Я умна, харизматична, коммуникабельна, умею найти язык общий абсолютно с любым человеком и сделать этот диалог живым и ярким. Благодарю за внимание и хорошего дня. Добрый день, меня зовут Наскалёва Анастасия. Я очень рада вас видеть сегодня всех здесь. Я студентка Южноуральского государственного университета. Учусь я на историческом факультете. Перешла на третий курс. Услышала про набор телеведущих совершенно случайно. Я гуляла на Кировке и вдруг услышала, и решила, что нужно непременно попробовать. Я очень открыта и готова абсолютно ко всему. Вдохновляюсь очень быстро всем. Ну, к слову, пять дней назад я прилетела из Армении, посмотрела, чем живёт и дышит бывшая Советская Республика. Я, в принципе, очень люблю ездить, читать, танцевать. В общем, готова к новому витку в своей жизни. А что вам нравится на современном телевидении? На современном телевидении, в принципе, мне нравится всё. Я приверженец классики. Мне нравится Первый канал. Молодец. Честно. Честно, да, я очень люблю Первый канал. Мне нравятся новости, которые идут. Затем идут классические сериалы. Полдесятого вечера ты садишься, смотришь и наслаждаешься жизнью. А ещё потом фильмы «Девчата». А всё-таки что на Первом канале-то смотрите больше всего? Там такие программы шикарные днём, вечером. Конечно, и пусть говорят. Но. И... Время покажет. Время покажет, да. А, большая игра. Ну и что вести-то будете? Какую передачу? Что дадите? То и будем. Ну а из челябинских программ какие-нибудь вообще вот видели? Знаете? Слышали? Я бы в любом случае склонилась бы к новостям. Почему? Я вообще серьёзно. И мне нравится всё вещать. Серьёзные темы. Ну если новости, то... Конечно, да. Давайте тогда от вас, пожалуйста, подборка. Топ последних пять самых ярких событий в Челябинске. Я за жизнью Челябинска последнее время почему-то не слежу. Ну почему? Потому что я была в Армении и больше следила за их новостями. Сколько дней вы в Челябинске после Армении? Я приехала буквально позавчера. А были в Армении-то сколько? Я была недельку там. Ну вот. То есть позавчера вы приехали... И новости города, честно... Ну хорошо, пусть будет недельной давности. Недельной давности новости. Мы терпим. Знаете, я хочу вести новости, но я их, правда, не читала. Да, я... За полтора дня, что вы как-то новости прочесть-то выводите. Мы же понимаем, что абсолютно все, кто сегодня здесь был и говорили, что я просто последние два дня не смотрю новости, они их никогда не смотрят и не читают про Челябинск. Это же видно. Нет, самый распространённый ответ. Ну про что вы хотите говорить? А, ну знаете, про экологию. Она у нас такая сложная. То, что там уже не такая сложная. Ну давайте. Я не знакома с новостями за последнюю неделю. А как вы новости хотите вести? Вот объясните мне. Как вы представляете себе работу ведущего новостей? Вот так. Ну что тут непонятного? Ну вот представляет красивая девушка, считает. Вот она сейчас придёт, вот ей дадут сценарий, она сядет красивой и красиво всё зачитает. Слушайте, у нас красивых девушек на телевидении много. Они сами себе тексты пишут. Вам никто писать не будет. Как вы новости будете вести? Ну, есть всегда время для подготовки, я считаю. Для какой? Для любой подготовки. Для озручивания тех же новостей. Слушайте, а вот как вы считаете, ведущий новостей, он какими качествами должен обладать? Сдержанность, дипломатичность. Это не так. На своём опыте сказал. Дело в том, что это не так. И я бы скорее выделил вообще другую историю. Вот представьте себе ситуацию. Даже представим себе, что вы не пишете себе текст. Это можно представить. Вам написали текст. Вы красивы, вы эффектны, да? Хотя это для ведущей новостей и не обязательно. Но, тем не менее, вы красивы и эффектны. Вы читаете, допустим, даже с суфлёра новость. И вот бац, суфлёр сломался. А режиссёр кричит. Минута до конца выпуска. А мы не можем закончить раньше. Ну вот такие правила верстки. И вам нужно минуту что-то делать. Это означает, что вы должны быть в этом инфополе. Вы должны суметь эту минуту договорить про эту новость. Даже без того, чтобы видеть её на экране. Вы можете такое сделать? Не сейчас прямо, а вообще в принципе. Не сейчас вполне. Я могу ориентироваться. Ну давайте прямо сейчас сориентируемся. Давайте. Вот, осталась минута. Ровно минута. Как хотите, заполняйте информационный эфир. Тему скажите. Ну давайте, тему можно. Какая тема? Вот определённую скажите, я же не могу. Новости региона. Давайте в Челябинске на трёх крупных перекрёстках отключают светофоры. Грандиозно. На трёх крупных перекрёстках отключили светофоры. Это ужасное ЧП для всего Челябинска и для их горожан. Внимание, автомобилисты, будьте предельно осторожны и аккуратны. А внимательно и аккуратно изучайте правила дорожного движения для предотвращения ДТП. Это, по-моему, диктор на вокзале сейчас рассказал. А при чём тут информационный? Вы позвонили в нашу компанию. Внимание, отключены три перекрёстка. Я сейчас всех научу. Будьте бдительны. Миссис Очевидность. Нет, мне кажется, вам нечего делать в новостях. Ну давайте рассмотрим. Вообще абсолютно. Прогноз погоды максимум. А у нас его и то никто не ведёт. Почему? А у нас его просто нет. У нас его вообще нет. Нет. На самом деле, ведь очень много лет на СТС Челябинск работала Наталья Анисимова. И никто не знал вообще на самом деле, как всё сложилось, как всё это получилось. Но это не важно. Готовы ли вы вести прогноз погоды в купальнике? Или без него. Но это в процессе. Да, но это посмотрим. Ну в купальнике. Ну в купальнике готовы. Я стабильно хожу в спортзал. Мы видим, что у вас, в общем, у вас прекрасный голос. И всё, что у вас есть, всё, что вы принесли с собой, оно прекрасно. Да, оно прекрасно. Всем нравится очень. Да? То есть на погоду согласны? Почему нет? Мы тоже. То есть, а больше, чем погода, нет, да? Нет, ну почему? Любое направление. Нет, вы не расширяйте, Наталья Сергеевна. Погода в мире. Мы только что договорились про купальник. А вы хотите опять там, чтобы человек в пиджаке что-то вёл? Ну, послушайте, нам про Анастасию всё понятно, правда? Да. Красивая, с красивым голосом. Берём на погоду. Спасибо, спасибо. Спасибо.